Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и это Pro Evolution Soccer 2021. Итак, как многие знают, если вы давно на моем канале присутствуете, подписаны, а если нет, то обязательно подпишитесь и поставьте на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы на нашем канале. Так вот, многие знают, что я болельщик Зенита, и долгое время Зенит и вся Российская Премьер Лига была в FIFA. Ну вот уже года два, ну вот это получается уже третий год, если я ничего не путаю, с Pro Evolution Soccer 2019, все права на Российскую Премьер Лигу перешли к нами, именно в Pro Evolution Soccer, поэтому сегодня у нас, как вы уже поняли, по названию карьера за Зенит, мы начинаем с вами, будем вместе выбирать тех игроков, которых нам стоит подписывать, а насчет того, стоит ли кого-то убирать, мы тоже, давайте с вами подумаем, напишите обязательно в этом в комментариях, и будем с вами делать реалистичные трансферы. Насчет, что насчет сейчас клубов? Я, естественно, скачал патч на Лигу Чемпионов, Лигу Европы, Еврокубки, Премьер Лига у нас здесь все есть, вроде даже полная Бундеслига, но там, если я ничего не путаю, только нет у меня Вольсбурга, я вроде как написал там Вольсбурга, и эмблема у них есть, но вот состав команды нету, вроде как таких игроков даже не существует, просто рандомные игроки там. Но состав Зенит у нас полностью готовый, у нас здесь есть уже даже Дэйн Ловрен, так что трансферы, правда, еще не закончились, а трансфер на окно, если я ничего не путаю, поэтому мы, если что, с вами будем подписывать тех игроков, действительно, которые проявляют интерес Зенит сейчас, на данный момент. Так, тренер, здесь нельзя как в FIFA создавать, естественно, тренера, поэтому я даже не знаю, кого нам стоит здесь брать. Я бы постарался бы, ну, я бы хотел на самом деле взять Карлоса, либо Гулит, не знаю, типа они работали в России, почему бы и нет. Либо взять какого-нибудь тренера, да, давайте Карлоса возьмем, почему бы и нет, мне очень нравится этот игрок, как тренер сборной, ой, игрок сборной Бразилии, вот, когда еще играл за Мадридский Реал в составе Галактикос, очень классный игрок, хоть я и болельщик Барселоны. Итак, рубашка, спортивная одежда, костюм, давайте просто рубашка, мне кажется, ему вот так вот пойдет, Бразилия, Роберто Карло, все, это мы сохраняем, дальше переходим. Настройки. Частота трансферов средняя, сложность переговоров тоже средняя, начальный бюджет средний, включить первое трансферное окно, да, ежегодно, сложность, у нас есть обычный игрок и профессионал, я бы взял профессионала, потому что я попробовал на обычном игроке, и я там чаще всего выиграл, поэтому профессионал, мы сделаем так, чтобы даже у меня возникали проблемы со слабыми соперниками, и я мог с ними, например, с тем же тульским арсеналом сыграть в ничью 0-0, к примеру, но это было бы более реалистично, нежели я бы там и всех выносил. Поэтому вот так поставим, давайте, длительность матча 6 минут, мы поставим евро, естественно, и остановок во время трансферного окна, я даже не знаю, давайте только если есть прогресс поставим, вот, ну и вот, это для меня впервые, я напоминаю всем, что я играю впервые в Pro Evolution Soccer, купил тоже впервые, и давайте мы, как цены здесь вообще никак не изменились, с Pro Evolution Soccer 2020, и вот, Жирков с Артемом Дзюбой, их мы сразу видели, знакомятся, естественно, они с Роберто Карлсом, с новым тренером Симака, уволили, наверное, либо перевели в штат кем-нибудь, там, помощником-тренером, Вильямар Бариос, тоже классный опорный прям полузащитник, а это у нас, это, естественно, Мальком, куда же без него. Напишите в комментариях, как вам привычно, чтобы я называл его Мальком, либо Малком, но чаще всего многие говорят Малком, но я как-то Мальком привык. Так что, все, Роберто Карлс готов, действительно, очень много у нас прям таких именитых игроков в команде, которые у всех на слуху, тот же Малком. И что насчет трансеров? Цели в сезоне, давайте еще вот это вот, настройки целей, хорошо. Ну что же, мы ждем, естественно, мы ждем. Роберто Карлс, хочу обсудить с вами цели на сезон. Как спортивный директор, я считаю, что в этом году нам следует постараться выиграть Лигу. А вы как думаете? И вот здесь, как я понимаю, у нас стоит выбор, как насчет того, чтобы попытаться выиграть Лигу. Я согласен, нам следует попытаться получить путевку на турнир Лиги Чемпионов. Это значит не чемпионство топ-3 там, да, топ-2. Постараемся победить в турнире Лига Чемпионов. Но нет, уж точно не победа в этом сезоне. Я не знаю, сколько у нас будет, наверное, все-таки ключевой целью у нас и будет эта победа в Лиге Чемпионов. Поэтому на первый сезон мы поставим это выиграть Лигу, да, мы согласны. Мы сохраняем шансы на победу в турнире Лиги Чемпионов, но стать чемпионами Лиги для нас важнее. Действительно. Два сезона подряд «Зенит» становится обладателями Чемпионата России. И вот, поэтому, почему бы не сделать это сейчас в третий раз подряд и именно в нашей игре. Я рад, что мы пришли к соглашению, давайте в этом сезоне выиграем Лигу. У нас полная единодушия. Ну и все, я так понял, кат-сцены прошли. Пресс-конференция, я думал, уже все, но нет, мы теперь. Ну это прям видно, да-да-да, это прям здесь многие, вон там и матч-премьер мы видим сзади. Спонсоры. Поздравляю с новой должностью, вы смогли добиться результата во многих клубах. Является ли это назначение лучшим моментом в вашей карьере главного тренера? Ну я как бы впервые здесь в карьере, поэтому не знаю, про какие они успехи мои бывшие говорят. Является ли назначение в этом клубе венцом вашей карьеры? Это отправная точка, это величайший момент в моей футбольной карьере, это важный виха в карьере. Это величайший момент. Во-первых, позвольте мне поблагодарить руководца клуба за предоставленную возможность и веру в меня. Я не могу выразить словами, как я счастлив оказаться у руля клуба мирового класса. Это мечта, ставшая реальностью, без сомнения, это величайший момент в моей жизни. В какой футбол вы будете играть в этом сезоне? Я за честный и чистый футбол, я хочу устроить шоу, я хочу, чтобы парни играли с огоньком. Давайте все-таки вот так ответим. В спорте всегда целью является победа, но мне нравится играть в футбол, которым могут гордиться болельщики. Мы должны избегать грязной игры, пустой траты времени. Я предпочитаю честный футбол, вот чего я хочу. Я бы, конечно, сделал шоу, но шоу надо делать тогда, когда у нас будут мировые звезды уже. Пока что у нас мало таких игроков, это Малко, можно сказать. Ну и Дзюба, все. Потому что действительно люди, футболисты, которых знают не только в нашей стране, так сказать, в нашем чемпионате. Поэтому нам нужно было бы увеличивать действительно популяризацию известных футболистов в нашем клубе. Информация. Добро пожаловать в Мастер Лигу. Это начало вашей карьеры главного тренера. Сначала проверьте почту, для этого выберите офис главного тренера, сообщение или нажмите треугольник. На панели слева вверху находится дневник, где хранятся записи диалогов из видеоврезок. Правильно, видеоврезок, так и написано. Которые можно воспроизвести в любой момент. Как только будете готовы начать свою карьеру, откройте меню, перевести время, чтобы перейти к календарю. Хорошо, я вас понял. Офис главного тренера. Так, ну поехали. У меня не было возможности рассказать о режимах тренировки лично, поэтому излагаю объяснение в письменном виде. В настоящее время тренеры установили свой распорядок тренировок для каждого игрока. Но если вы хотите внести изменения, выберите управление командой тренировкой. Понял. Здравствуйте, Роберто Карлос. Ну это скауты, понятно. Управление бюджетом. Это агент, это помощник. У нас расписание такое. Суперкубок 16 августа, 21 объявление состава национальных сборных. 22 у нас матч чемпионата. 27 лучший футболист Европы. И 31 заканчиваем. То есть, если я сейчас перейду в календарь. Так, ну я же все вроде, да, прочитал? Или что-то еще там есть? Еще есть, вот, это цель в сезоне. База данных. Так, или где это? Наверное, тренировская карьера. Тут? Не тут. Расписание. Все, я нашел где-то найти. Мы стартуем с вами с 1 августа. До этого у нас не было. Вот, мы начинаем с вами 16 августа матчем против Локомотива. Это Суперкубок России. Дальше у нас игра с Уфой. А, нет, у нас еще, значит, сегодня есть матчи. Да, Уфа и Тульский Арсенал. Ну и здесь последний день трансеров. Давайте я все-таки, наверное, отыграю вот только Суперкубок России. Чтобы ролик был на канале. И если что, мне бы по трансерам тоже немножко бы помогали, бы писали, кого бы вы хотели увидеть в нашей команде. Управление командой. Давайте сразу зайдем в план игры. Я выставлю. Так, у нас есть Лунев. Здесь он у нас не на травмин, поэтому почему бы и нет. Вот. Эта расстановка мне как-то не сильно прям нравится. Честно сказать. Сейчас чуть попозже обсудим, что бы я хотел здесь бы изменить. Жиркова я бы, например, стал бы вообще выбирать, потому что у нас есть Дугласантос. Если что, я без проблем могу Жиркова слева в нападение поставить, либо в полузащите. Можем мы играть по схеме ЛПЗ, например, вот 71, а у Жиркова 74 будет, например, на этой же позиции. Малком АПЗ, а справа по ПЗ будет у него 80, а в нападении 82. Ну, я не знаю. Ну, давайте все-таки не будем вот так. Пусть уж так. Вот. И два таких вот прям опорничка. Но первым у нас будет это Бариос. Именно прям опорника играть. А Аздоев, ну, я не знаю, как-то вот так. Давайте их повыше поднимем. Понял. Бариосу надо чуть пониже. Вот так. Вот это уже более-менее меня устраивает. Я могу попробовать Дреуси слева. Какой у него будет рейтинг? У него будет 76. Без проблем. Можем мы Дреуси. Так, Ригони, например. ППЗ, что у него? У него 77 будет. Это ниже уже. Вот. Кузяев у нас также есть здесь. Хотя в реальности с ним не продлевают контракт. Вот. Пока что вот такие вот у нас игроки. Ничего пока что я не могу сказать. Можем действительно провести сразу переговоры. Моя команда. И посмотрим. Лунев, Ловрен, Ракицкий, Караваев, Дугласантос, Барис, Сдоев, Малком, Дреуси, Дзюбазман. Это стартовый состав. Что насчет остальных игроков? Насчет Васютина. Трансерная политика. Добавим его в список аренды. Кержакова вот только я бы и оставил. Вот. Потому что, ну, я не знаю, зачем мне другие голкиперы нужны. Просто занимать места. Даже, давайте я даже вот сортировать их буду по позициям. Отлично. Так. По возрастанию. Вот. Лунев и Кержаков у нас останутся. Васютин, Рыбиков и Адаевский. Сейчас еще осталось вот Адаевского. Да, мы выставили его. Всех выставили, получается. Так, не разрывать. Вот. Только Рыбиков мы не выставили. Дальше. Центральные защитники у нас. Ракицкий. Ловрен. Оссорио. Но здесь он, скорее всего, у нас даже не в аренде как бы играет. Вот. И Прохин пусть будет. Остальные вот Сазонов. Мы на всякий случай, на каждую позицию, чтобы у нас был, если что, игрок. Вот. Поэтому Прохина я и оставляю только из-за этого. Слева у нас Дуглас Сантос, Жирков, Круговой. Ну, я не знаю, честно. Круговой действительно в последних матчах в реальной жизни его Семак выпускает. Но я, пожалуй, его выставлю на арену. Потому что, ну, Жирков пока что пусть играет. У него рейтинг хороший, хоть и возраст. Вот. Дальше справа у нас Караваев, Терентьев. Ну, пусть тогда и Терентьев тоже остается. Чтобы на каждой уж позиции у нас был игрок. На всякий случай, да, опорничек. Ну, тогда пусть у нас будет Мусаев останется. Если что, я его буду выпускать иногда. Сергиев уходит. Также вот здесь Аздоев, Ерохин. И все. Я бы мог, конечно, как-нибудь сравнить. Но я даже не вижу, где это. Вот так вот только если. Ерохина сравниваю с Кузяевым. Ерохин 31, Кузяеву 27. Ерохин мой земляк. Но мы видим, что вклад в команду Ерохин сделал больше. Поэтому я, Кузяева, я не буду его продавать. Я выставлю его, пожалуй, вот в аренду именно. И остальных мы... Тут именно прям много молодых. Вот Шамкин. Его я тоже знаю. Здесь практически вся молодежь остальная. Дрюси слева у нас в нападении. И Мостовой тогда получается. Тоже неплохой у него рейтинг. Если я не ошибаюсь, он в Сочи же, да. Играл в аренде в прошлом году. Справа у нас Малком, Регони. Ну вот, извини. Сутармин пойдет в аренду. Хотя Регони на самом деле вроде... Его отправляют в аренду сейчас тоже. Идут про это разговоры в Сочи. Вот. В центре. Но у нас Дзюба и Азмун. Вот. Так что я даже не знаю. Пока что так. Все. Всех я выставил. Никого на трансфере я вроде не выставлял. Даже самых возрастных, так сказать, игроков. Все. На этом мы пока что останавливаемся. И я бы хотел бы сразу подписать одного игрока. Игроков. Это я понял. Это реальный трансфер, который сейчас все многие обсуждают. Что Зенит действительно он несколько раз уже пытался подписать его. Никола Влашич. 23-летний. Хорват. Из ЦСКА. Тем более это конкурент, можно так сказать. Поэтому. Давайте я добавлю его в список. А вы мне, если что, напишите. Стоит ли нам брать Влашича. Тоже вот если так посмотреть и обсудить. Давайте управление командой. Еще раз зайдем в план игры. Вот он наш первый состав, как я и сказал. Но я его сохраню. Так. Ага. Понял. Перезаписываю. Это у меня другой здесь состав. А если так? Так. Загрузить. Ага. Это другой уже понял. Здесь именно как по расстановке. Первый. Так. Ну и теперь давайте, естественно, мы с вами сделаем, так сказать, второй состав. Если что. Чтобы тоже смотреть. Главное, чтобы мы никого там лишних никуда не дели. Так. Мне нужен Жирков, естественно. Во второй уж состав. Ну а здесь у нас получается Ассорио и Прохин. Прохин у нас был. Поэтому вот так. И справа у нас Терентьев. Я запомнил. По позициям сейчас мы их тоже быстренько всех выстроим. Хотя мне надо будет, наверное, как-нибудь раньше. Да. Готовые тактики. Это здесь. Да. Схема у нас 4-4-4-2 была. Ну так пока что сделаю. И все равно мне сейчас придется менять местами. Дреуси с Малкова нормально. Вот Дзюба вот сюда. Да. Вот так. Чтобы оба были центральными нападающими. Это чтобы так понятнее было. А Бариуса мы поменяем вот сюда. Это сюда. Ассорио чуть повыше мы поднимем на уровень с игроками фланговыми. А Бариус будет, если что, там немножко помогать третьим центральным защитникам. Но это в первом составе. Во втором у нас Ерохин, как я сказал, будет вместо Ассорио. А вместо Бариуса у нас будет Мусаев. Хотя я понимаю, что Кузяев намного лучше рейтингом, чем Мусаев. Но мы именно по позициям смотрим. Если кто-то насчет этого тоже будет писать. Так что я сразу всем отвечаю на возможные будущие вопросы. Слева я Дреуси. И получается, я уже даже не помню, кого я оставлял. Вроде как получается я Мостового. Сейчас поставлю, да, слева у нас будет. Ну и вот, нам нужно два центральных нападающих. Во второй, так можно сказать, состав, чтобы ротировать немного состав. Ну и стоит ли вообще, давайте вот так тоже. Посмотрим. Либо у меня в двух составах будет играть Азмун и Дзюба. Но это вероятность того, что они получат травму. У меня нету центральных чистых нападающих. У меня только Дзюба и Азмун. Поэтому мне нужен центральный нападающий и Никола Влашич. Потому что, ну как бы, реалистичный трансфер. Вот. Поэтому я не знаю. Как вы все это решите? Пока что матч мы сейчас пройдем только один. Вот после Локомотива я на этом и закончил с вами выпуск. Поэтому мне тоже будет интересно почитать ваши комментарии. Трансферы, чтобы были тоже реалистичные. Не надо мне писать. Покупаем БАПЕ. Вы видели сейчас мои, так сказать, средства. Мой бюджет. Вот. Я так понял, мы получили по кому-то или нет? Переговоры. Так. Моя команда. Хорошо. Ну и поехали. Рыбиков в пункте Хуэрба. В аренду. Ну мы, естественно, принимаем. Да. Все. Все. Рыбиков у нас ушел в аренду. Отлично. Дальше. Хатулев в МН. Это Голландия. Это неплохо. Они борются то ли за выживание в чемпионате Голландии. Отлично. Сергей в дерби. Это чемпионшип, я так понимаю. Потому что на чемпионшип там... Я не нашел патч. Только вот саму картинку смог изменить. Шамкин. Гиберчамп. Тоже интересный клуб какой-то. Но это хорошо, что у нас хотя бы игроков берут в аренду. Почему бы и нет? Все. Здесь мы посмотрели работу скаутов. Укрепление слабых мест. Правозащитника нам нашли. Сильвестри. 32 года. Независимый агент. То есть он бесплатный, да? Прям. Но нет. Мне... Ну, зачем? Можно как-то это... Работа скаута. Да, вот здесь, наверное, да. Работу скаута включить. Укрепление слабых мест. Нет. Позиция. Мне нужны центральные нападающие. На что обратить внимание? Вот так вот. Оставим пока что. Позиция определенная. Да. Регион не указан. Без конкретных приоритетов. Бюджет рассмотреть. Все. Игроки для отслеживания. Можно как-то тогда мне его убрать отсюда? Очистить сравнение? Нет. Как его убрать отсюда? Никак, наверное. Ладно. Пусть мне не мешает. Вот. Напоминаю всем. Смотрим. У меня бюджет на трансфер 73 практически. Миллиона. 72 даже будем говорить. И зарплатный бюджет 3 миллиона. Вот. Вот такие вот дела. Сообщение мне. Это Сильвестри и по тем игрокам, которые вот у нас решили взять их в аренду. Ну что же. Сейчас у нас стартует матч. Так. Секундочку. Управление команды. План игрой. Планы. Вот. И пока что. Да. У нас будет вот так вот выглядеть второй состав. Я его тоже сохраню. Во второй слот тогда. Вот. Загрузим пока что первый. 4-2-2 схема. Хотя у меня 4-4-2. Вот так схема. Вот. Вот. Такой состав еще и мы видим сразу у Локомотива. Они играют по схеме 4-2-3-1. Тоже интересное. Два опорника у них. Это Криховик. И я не могу сейчас посмотреть. Вот так даже пусть симпатичнее выглядит. Рыбусь справа. Антон Миранчук. Алексей скорее всего. Я не знаю. То ли он действительно его уже отсюда. Но как мы видим его убрали. Так. Насчет замен. А то сейчас мы бы пошли быстрыми бобратарями. Прохин. Терентьев. Вместо Кругового я Жиркова возьму. Потому что если что он сможет и налево. Лево защитника и налево полузащитника нам помочь. Дальше. Ну что. Регони. Так. Чержакова нам надо взять. Давайте Мостовового я возьму. Ну и в полузащиту Ерохина если что. Вот таким составом мы с вами выйдем. Симпатичный. На замене у Локомотива мы видим Баринов. Может помочь. Рефаджо Малединов. Федер, Лука Джорджевич. Всем известный именно нам по его выступлениям за Зенит. Ну все. Давайте мы начнем. Стадион здесь. Я не знаю. Ну это не лицензионный уж точно. Форма. Не симпатично ли будет выглядеть. Ну а же. Да. Давайте. Мне очень нравится красная форма Локомотива. Нежели чем зеленая. Поэтому. Вот так давайте пусть сыграем. Все. Розыгрыш мяча. Это Суперкубок России. Поехали. Итак. Зенит Локомотив. Матч за Суперкубок России. Посмотрим как сегодня мы отыграем. Я играю. Напоминаю на профессионале. Вроде не на обычном игроке. Вот. Если результаты будут плачевными. Я поменяю сложность на ниже. Если прям хорошо будем играть. Но это вряд ли на профессионале. Я бы хорошо бы еще играл. Вот. То естественно мы повысим. Без проблем. В комментариях тоже пишите по этому поводу. Насчет сложности. Все. Зенит Локомотив. Зенит Обладатель. И так. Это выносливость. Ее бы можно как-нибудь убрать. А то я поставил ее. Да. Вот так получше уже. Поехали. Малком. Так. Давайте я еще тогда тоже сразу сделаю. Потому что мне это тоже не симпатично выглядит. Вот так. Все. Баррис. Сразу на Дрюси. Обратно. Караваев отдает на Малкома. Малком. Малком. И какой сейчас был момент. На восьмой минуте уже. Малком замечательно получил мяч от Караваева на фланге. Пробежался с ним в центр. Пробил из-за штрафной и попадает в самый низ штанги. Опасный был конечно момент. Но создал его именно Зенит. И вот так вот под небольшим прессингом отлично Караваев. И забиваем. Как же это было сейчас отлично. Сердара Змун. Открывает счет. Двадцатая минута. Очень хорошая контратака. Можно так сказать под прессингом. Отлично. Хороший здесь перехват. Пас на Змуна. И тот в касание пробивает ворота голкипера сборной России. Маринато Гильерми. И не успел здесь накрыть второй номер вроде Локомотива Мурили. Из-под него прям пробивал Азмун. И это 1-0, друзья. Мы забиваем. Первый наш гол в карьере. Поздравляю вас. Неплохо Малком. На Артема Дзюба. Дзюба. И это 2-0. Как же сейчас шикарно все у нас, друзья, проходит. Отлично. Это 2-0. Серда Размун делает дубль. Что-то я там говорил, что вряд ли я буду выигрывать на профессионале. Но действительно. Я аккуратно начал этот год, так сказать, в проэволюшене. Я пробовал на обычном сначала игроке. И там я всех выигрывал. Переключил, поиграл пару матчей на профессионале. И мне действительно показалось, что это прям мой уровень. Но вот здесь очень хорошо. Мы прям сейчас играем в матче за Суперкубок. Дзюба записывает на себя голевую передачу. А у Сердара Азмуна уже дубль в сегодняшней встрече. А еще. Ну, мы видим, только полчаса буквально игры прошло. А уже счет 2-0. В пользу команды из Санкт-Петербурга. Пытается, пытается, конечно. Конечно, московская команда. Хоть как-то показать, что они тоже не зря участвуют в матче за этот трофейсер Себастьян Дреуси. И еще и Дзюба. Как же сейчас он промахивается, друзья. Просто посмотрите. Себастьян Дреуси в центре поля получает мяч. И пробегает практически до штрафной. Никто его не останавливает. Это дает на Дзюбу. У Дзюбы шикарная была сейчас. Действительно обработка левой ногой. Себе замечательно. Он под правую еще и подстроил мяч. Но не пошел именно прям удар в створ ворот. Это мимо. И можно даже сказать, сейчас Зенит уж точно, но прощает. Прощает локомотивом на Дреуси. 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 А что, если пробить? Но нет. Этот удар подащил. Маринадо Гильерми. Ой, ой, ой. Вот здесь вот уже не успевает. Ну, здесь, естественно. Тушим пожар. Сразу убираем опасность возле нашей штрафной. Ну и вот. Очень хороший сейчас момент. Дзюба отдает на Малкома. Малком. Малком штрафной. Малком. Накрывает здесь его, если не ошибаюсь, 20 номер это Игнаки в локомотиве. Но очень вы посмотрите, как мы хорошо сейчас пошли в атаку. Дзюба увидел Малкома. Дает на него передачу. Ну и здесь первый же... Ну, сразу же удар его накрывают. Будет у нас угловой. И все. Зенит празднует победу, друзья. Это наша первая победа и первый трофей. Суперкубок России. Вот Роберто Карлос побежал сразу к Дугласу Сантосу. Здесь и Магомед Аздоев. Победа, друзья. Всех поздравляю с этим. Локомотив все-таки теряет этот трофей. Реванш взял Зенит у Локомотива за прошлый год, когда Зенит выиграл чемпионат России. Долгожданный свой. Но Локомотив выиграл Кубок России. И тогда вот они встретились в матче за суперкубок. И тогда победил Локомотив в реальном мире, в реальной жизни в этом сезоне Зенит тоже выиграл суперкубок. Победа тоже на счету Санкт-Петербурга. И поэтому все. Болельщикам действительно мы рады. Большое спасибо, что поддерживали нашу команду. Вот она статистика. 57% владения мячом, 7 удара, 4 створ. Ну и все-таки Локомотив именно под концовку уже начал бить. Потому что за весь первый тайм ни одного удара у них не было. Ну и лучшим игроком, естественно, является Сердар Аздоев. Емун, его оценка 7,5. Итак, после матча у нас сейчас идет объявление национальных сборных. Вызов национальную сборную помощник. В преддверии турнира международной товарищеской матчи национальной сборной разной страны публикуют состав своих команд, получили приглашение некоторые игроки из клуба «Зенит». Это большая, а я думал большая часть игроков, ну ладно. Это большая честь для любого футболиста, но для клубов, где они играют, уникает определенное неудобство. После длительных перелетов и нагрузок игроки возвращаются уставшими, они больше подвержены травмам, так что следует уделить им должное внимание. Отлично. Я понял вас. Дзюба теперь стал играть другую роль в команде. По-моему, роль трудяга ему очень подходит. Честно говоря, все партнеры по команде его уже давно видели в этом качестве. Азмун теперь у нас боец. Лунев. Получили мы предложение от Эспаньола по Андрею Луневу. Сазонов в Харшаруп. Нет. В Харшапур. Вот. Сазонов получает. Сейчас мы тогда поговорим насчет аренды. Тарасов у нас в Чунтурипа. Чунтурипа, наверное, так? Или Кунтурипа. Нет, наверное, Кунтурипа. Тарасов получает. И об уходе игрока до Рыбиков у нас ушел. Хатулев. Это правильно. Сергеев. Шамкин. Все. Так что давайте сейчас мы зайдем, естественно, так. Еще и тренерская карьера, действительно, да. Коллекция побед. Суперкубок России сезон 2020-2021 за нами. Поздравляю вас, друзья. Ну и давайте переговоры, да. Андрей Лунев. Мы, естественно, отменяем всякие переговоры. С Эспаньолом тем более. Да не тем более, просто с Эспаньолом. 29 лет ему. Ну, Андрей Лунев должен... Ну, он лидер у нас уж точно. Вот. В нашей команде именно на Вратарской. Очень хороший сейв прям сделал в конце матча с Азонов. Предложение по аренде. Да. Ну, естественно, мы соглашаемся. Все-таки мы же выставляли его. И еще кто-то у нас там один игрок. Да, вот. Тарасов. Принимаем условия. Да. Отдан в аренду. Все. Так. Ну что. Переводим время. Доходим до матча. Мы, получается, с кем у нас там? С Тулой. Итак, открытие лиги. Глава 1. Не за горами начало вашего первого сезона в качестве главного тренера. Что вы чувствуете? Что вы чувствуете перед первым матчем? Возьмем хороший старт. Будет легче завоевать титул. Фанаты будут нами гордиться. Мы готовы к этому противостоянию. Давайте вот это, мне кажется, лучший ответ. Длительное путешествие всегда лучше отправляться с попутным ветром. То же самое и в футболе. Если мы хотим выигрывать этот титул, очень важно не забуксовать в стартовом матче. Мы стремимся к победе и чувствуем себя уверенно, сказал. Главный тренер Санкт-Петербургского «Зенита» перед матчем, да, именно перед матчем с Уфой. Офис главного тренера. Сообщение. Все, Сазонов ушел и Тарасов от нас ушел в аренду. Почитаем новость. Орнование Тинькофф Российской премьер-лигой стартует. Сазонов отдан в аренду. Васютин никуда не собирается. Васютин собирается перейти в Куб Сантос. Еще раз подчеркнув важность этого игрока. Но это Роберто Карлос именно сказал, что Васютин никуда. Ну, а я собрался, да, все-таки отдавать в очевидную аренду вроде. Вот. Итак, друзья, что... Так, да, расписание. Все, давайте так, что в следующем выпуске мы, наверное, проведем вот эти два матча. Матч «Зенит» Уфа. Старт и выезд против Тулы. Будет у нас второй тур. Дальше у нас там еще и Кубок России. Мы стартуем именно с Уфой, так что это нам тоже интересно будет посмотреть, как мы сыграем с ними. В первом туре чемпионата России. Так что уже соперника хорошо, что мы пощупаем в двух матчах, можно сказать, противостоянии. В чемпионате мы посмотрим. Ну и Кубок тоже неотъемлемая часть, за которую я тоже буду за этот трофей бороться. Так что обязательно напишите в комментариях, кого вы хотите видеть в нашем клубе. Потому что сейчас я отправил скаутов искать нам на позицию нападающих. Так что напишите обязательно, каких игроков на позицию нападающего вы хотите видеть в нашем клубе. Я обязательно все комментарии ваши прочту. Всем спасибо большое, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики. И стримы, которые у нас выходят теперь, кстати, будут у нас по воскресеньям. Так что обязательно ставьте на колокольчик, чтобы не пропускать стримы. Сразу же уведомления. С вами был Андрей, канал «Футбол» – это жизнь. До новых встреч, друзья, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok